Моисей разбивает скрижали Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит из горы, то собрался к Аарону и сказал ему, встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И сказал им Аарон, выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли корону. Он взял из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской, увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря, завтра праздник Господу. На другой день они встали рано и принесли всесожжение, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть. И сказал Господь Моисея, поспеши, сойди отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. И обратился и сошел Моисей с горы, в руке его были две скрижали откровения каменные, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было, скрижали были дела Божьи, письмена, начертанные на скрижали были письмена Божьи. И услышал Иисус голос народа, шумящего, и сказал Моисею, военный крик встанет. Но Моисей сказал, это не крик побеждающих и не вопль поражаемых, я слышу голос поющих. Когда же он приблизился к стану, увидел тельца и пляски, тогда он испламенился гневом и бросил из рук своих скрижали, и разбил их под гороя. Текст по книге Библия в иллюстрациях, гравюру на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Текст по книге Библия в иллюстрациях, гравюру на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Текст по книге Библия в иллюстрациях, гравюру на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.